Доброе утро, дорогие друзья! Пятница, 24 октября. Это значит, что у нас прямо сейчас в студии уже находится очередная группа, участник фестиваля живой музыки R&D Live 2014. И ну давайте же откроем этот секрет, поздороваемся, познакомимся с ними. Наш постоянный соведущий, как всегда по пятницам, Александр Поляков. Доброе утро, Саша! Привет! Как настроение? Отлично! Кого презентуете на этот раз? Группа Cell Truck and The Spoke Cinema. Слава богу, кто-то другой сказал это название. С очень непростым названием. Я попробовал перевести, как переводит один из переводчиков, сотовый грузовик в кино «Зе и говорил о». То есть, если перевести, да, как это может в переводе звучать? Ну, я думаю, скорее всего, никак. Скорее всего, вот сотовый грузовик в кино. Ну, я напомню нашим телезрителям, что у нас с сентября месяца, с 15-го, да, по-моему, Саша, с сентября проходит фестиваль живой музыки R&D Live 2014. Уже вот три отборочных тура прошлись. В ближайшие выходные будет четвертый отборочный этап. Воскресенье. Воскресенье уже, да. Немножечко поменялось место, насколько я знаю, да? Да, теперь в клубе «Бухарест». В клубе «Бухарест». Время концерта? Такое же, время в 6 часов. В 6 часов, в воскресенье. Друзья, приходите в клуб «Бухарест», чтобы насладиться еще несколькими коллективами Ростовской области и Ростова, которые участвуют в этом фестивале. Если вы вдруг что-то пропустите, всегда можно зайти в группы в социальных сетях. Фестиваль живой музыки R&D Live 2014. Можете найти из нашей группы «Утродон». Можете найти. Все это есть. Но если вы любитель радио, то каждую пятницу в 20 часов 30 минут на радио 101.6 FM, радио Ростова, программа «Радиоактивность». Слушайте внимательно. Там представлены, правильно, композиции групп, которые участвуют в этом фестивале. Ой, по-моему, все сказала. Ну, просто я уже так давно с этим фестивалем хожу, постоянно смотрю, что как проходит. Ты уже эксперт. Я уже эксперт фактически. Группы многие знают. Я номинацию скоро свою, наверное. Просто попрошу создать. Ну, рассказывайте, ребят. Во-первых, представляйтесь и рассказывайте про группу. Меня зовут Женя. За барабанами у нас Илья. Гитарист Олег. Клавишник Артур Сарксиан. И басист Андрей. Всем привет. Здрасте, здрасте. Давно существуете? Ну, существуем именно в таком составе с апреля месяца этого года. А вообще группа имела задатки где-то в конце, наверное, 2012-го, начале 2013-го года. А, то есть, ну так уже нормально, да? Ну, да. Ну, вот скажите, в каком стиле вы играете? Потому что, честно говоря, меня немножечко смущают инструменты ваши. Мы сначала у нас долго спорили. Для тех, кто не знал, кто придет сегодня, у нас долго думали, кто же придет. Тут розовая гитара, голубая гитара. Такие интересные инструменты, яркие, красочные. Ну, я-то девочка, я люблю, понятно. Но не ожидал никто группу бойсбенд такую увидеть совершенно. Ну, я надеюсь, что это вас не обидит, как я называю, бойсбендом. Ну, играем мы предпочтительно инди-рок и пост-панк, но, я не знаю, мы стараемся не загонять себя в какие-либо рамки. Рамки стиля, да? Да. Чтобы был такой простор для творчества. А вот почему именно эта стилистика? Это где-то услышали, понравилось? Или оно само как-то играет? Ну, не знаю, как у музыкантов это. Не знаю. Не было такой цели, чтобы вот мы собрались с коллективом и решили, а давайте-ка играть пост-панк. Все как-то, ну, само собой выходит. И есть и тяжелые нотки, и легкие нотки, там, синтепопа бывают, например, там, в паре песен у нас присутствуют. То есть, получается само так. А почему название? Вот у меня все-таки, почему оно такое непростое? Ну, как-то, ну, мне кажется, чтобы как-то, наоборот, чтобы люди запомнили. Скорее всего, да, чтобы был стимул. А именно почему набор такой слов? Ну, там сложная история. Это все связано так с ассоциациями насчет фамилий первоначального состава, но его уже немного подкорректировали. А название осталось? А название осталось. Ну, это как у меня собака называется. Название породы моей собаки, оно примерно такое же, я заучивала полгода. Вот примерно поклонники, поклонники этой группы наверняка будут знать всегда это название, потому что заучат его раз и навсегда. Просто будут постоянно повторять, повторять и запомнят. Вот я уже запомнил, что название непростое. Ну, тогда непростое название. Еще раз нашим телезрителям объяви, пожалуйста. Минуточку. Cell Track In Spokes Cinema. Все верно. Практически, видимо. Судя по смешку, ты почти угадал. Ну, не с английским, а с произношением не очень. Почему решили участвовать в фестивале? Не знаю, ну, фестиваль дает такой хороший толчок. Но это для вас в первую очередь стимул, как для группы стремиться к чему-то посмотреть на других, может быть? Или это просто вот желание именно победить? Ну, оно наверняка присутствует. Конечно. Ну, мы хотим само собой записать альбом, хотим побить в этом фестивале и хотим получать ротации постоянные на различных радиостанциях. Ну, и просто это весело участвовать в таких вот конкурсных рамках, побеждать. А где-то еще, кстати, участвовали в конкурсах каких-то? Ну, в фестивалях, может быть? Ну, скорее всего, это были просто некоторые голосования для получения ротации на радиостанциях. Ну, участвовали. А чтобы именно в фестивалях пока нет. А, ну, то есть у вас это, можно сказать, с почином. Да, можно сказать. Ну, по-моему, отлично сразу. Для широкой публики презентация очень неплохо. Ну, уже скоро мы услышим первую песню этой группы. Ну, а прямо сейчас у нас погода и курс валют. Дорогие друзья, музыкальная пятница, как обычно, у нас в гостях. Ребята, участники фестиваля R&D Live 2014, который проходит в Ростове. И мы продолжаем разговор с группой «Вертан, помогай». «Селдрак инз Спокс Синема». Я, по-моему, кого-нибудь... Мне нужно записать на диктофон и ставить в этот момент, когда нужно говорить. Я запомню к концу программы, я обещаю. Скажите, пожалуйста, вот музыка... Вы же сами пишете свои композиции? Да, сама собой, сами. А тексты песен, вот как вот они, откуда они появляются, что на это влияет? Это личный опыт или вы где-то... Ну, может быть, что-то подсмотрено, да? Может быть, что-то из личного. Я не думаю, что я придумал тексты для песен, черпая что-то из других источников, так сказать. Это все само приходит. Я не могу с точки своей описать процесс, как это все приходит само. Ну, а сколько уже пришло? Сколько композиций пришло? Ну, которые уже сыграны и есть как песня в нашем коллективе, где-то 12, наверное. 12? Ну, нормально. Ну, еще многим музыкантам свойственно писать в стол и выбирать лучше. А вот как пишется? Сначала текст или сначала музыка? Одновременно, думаю. Да? А то есть где-то вот напевается или да? А вы потом аранжировку все вместе делаете или это уже как-то отдельно? Аранжировка уже возникает с помощью импровизации на репетициях. Вносите, допустим, ну, вот, допустим, играли-играли два месяца, ну, там, одну и ту же, ну, композицию, допустим. А потом раз, и кто-то пришел, слушай, я тут такой ход придумал. А давай вот попробуем здесь вот так. Само собой, это слышно. Если слушатель приходит на живое выступление, он слышит, что то, что он слышал на записи, это совсем другой материал, нежели мы играем вживую. Сколько уже? Вы записывались же в студии, правильно? Написались? У нас своя домашняя студия. Правда? Вы сами свою домашнюю студию сделали? Вот вы молодцы. Она очень импровизированная. Ну, это все равно хорошо. А когда и сами сводите, да, все это? Конечно. Ой, класс, вообще молодцы такие. Ну, я, например, уже очень хочу услышать все-таки, что же... Первую композицию? Как она будет называться? Первая песня называется «Эгоистик». Отлично, давайте слушать прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА